Победив в этой игре, ростовчане могли подняться в верхнюю часть таблицы премьер-лиги и сравняться по очкам с грозным Ахматом. Плюс оторваться от московского «Динамо» на 9 баллов. Но возможности оказались лишь теоретическими. На игру влияет готовность, тактическая, психологическая. А настроение уже такое понятие растяжимое, оно очень глубокое. Поэтому мы готовились к очередному матчу и разобрали все наши недостатки. «Динамовцы» первыми создают опасность у ворот Абаева. Отличный навес, скидка головой на партнера и Бичираев переправляет мяч в створ. Но наш кипер на чеку. Перед самым перерывом казалось, что ничего интересного в эти 45 минут уже не произойдет. Но тут подопечные Дмитрия Хохлова соорудили гол. Сам Басову выдал элегантно на Бичирая, который, видимо, уже пристрелялся к нашей рамке и спокойно переиграл вратаря. Заметим, что Ростов играл не в привычные пять защитников, а в четыре. И ни Ингасона, ни Вилюша в центре штрафной не оказалось. Гул в раздевалку иногда, как и беда, не приходит один. Видимо, растерянные ростовчане не успели прийти в себя. И в простой ситуации Ингасон оставлял мяч Абаеву, но вратарь почему-то решил играть без рук. И в этом танце мяч подобрал соперник и грамотно распорядился нежданной возможностью 2-0. Мы сделали две ошибки, пропустили два мяча в последние пять минут тайма. Видимо, нам не хватило концентрации. Первый отличный шанс сократить отставание в счете появился только на 63-й минуте. Алексей Ионов выдал отличную передачу на Дедюна, Владимир развернулся и пробил выше. А в концовке матча гости все-таки забили. Сергея Паршевлюка вывели один на один, но он оказался в офсайде. Ростову вообще ничего не дали создать в принципе. Хорошие атаки получаются. Надо чуть листья не впереди, вот хоть забили два хорошие гола. Считаю, нужно еще надежнее играть в обороне и искать еще удачу чужих ворот. Ростов остался на 10-м месте в чемпионате, но от зоны прямого вылета наш клуб отделяют всего три очка. Лев Клинов, Андрей Бортников, Дон-24, Москва.